Бывает всякое, бывает разное. Это все, да, действительно отдельная тема изучения. И, в общем-то, это и есть нумизматика. Обыкновенный рубль Николая Второго. Есть смысл ее поизучать. Приветствую вас, уважаемые зрители. Мы с вами на канале Заметки Нумизмата. И в очередной раз с сегодняшним выпуском хотел бы напомнить вам, что если к вам в руки попадает монета, даже на первый взгляд совершенно обычная, есть смысл ее поизучать внимательно. Бывает всякое, бывает разное. И именно в результате изучения выявляются новые разновидности, новые варианты. Кто-то становится официальным открывателем монет. Но находятся и просто необычности, о которых интересно поговорить, рассказать. И мы знаем, что в ряде каталогов, в частности можно говорить о каталогах-справочниках под авторством Казакова, специально отмечаются различные варианты тех самых необычностей браков, необычных гуртовых надписей, ошибок в них. Это все, да, действительно отдельная тема изучения. И в общем-то это и есть нумизматика. Наука о монетах, о их особенностях, их истории. И каждое такое открытие кто-то когда-то делает, просто крутит монету в руках и делает открытие. Сегодня мы с вами, может, какого-то грандиозного открытия и не сделаем, но об интересности поговорим. Итак, у нас с вами обыкновенный рубль в Риме, Николая II, 1897 года. В хорошем, кстати, состоянии. Такое состояние оценивается как по разным шкалам отличное или почти превосходное. Без следового обращения, с минимальными следами хранения, монета в блеске, с хорошими деталями рельефа. Год, ну, пожалуй, самый массовый. Действительно, именно монеты 1897 года, рублевые, сейчас можно найти в наибольшем количестве. Ну и была бы эта монета просто монета в хорошем состоянии. Если бы мы не попытались взять лупу и внимательно разглядеть ее гурт. А здесь мы, к своему удивлению, обнаружим, что в надписи чистого серебра, в слове серебра, после S идет еще одно S. S, S, ребра. Как так? Ну, вариантов на самом деле два. Один вариант, действительно, ошибка в букве. Вместо буквы E стоит буква S. По написанию они очень похожи, за исключением средней ГАСТы. Более вероятный вариант, что сам гуртийный инструмент несколько износился в процессе работы, и та самая средняя ГАСТы в букве E просто отвалилась. Но, как результат, мы имеем такое нестандартное написание. Конечно, это нельзя назвать полноценной разновидностью, но монета с особенностью, несомненно, да. И обычно считается, во всяком случае, чаще всего так именно отмечают в литературе или на форумах, что такие необычности в гуртовой надписи чаще всего встречаются на монетах, произведенных рублевых монетах, произведенных на монетных дворах в Брюсселе или Париже. Ну, связывают с тем, что мастера, работавшие на иностранных монетных дворах, русский алфавит не знали, в буквах путались, небольшие поломки инструмента, вообще не замечали или не понимали значения ошибок. Из-за этого происходят те самые многочисленные неправильности на гурте, и в данном случае до рубля 1897 года, скорее всего, надо было бы положить наличие на гурте двух звездочек, знака Брюссельского монетного двора. Но нет, в данном случае мы, опять же, можем взять лупу и увидеть знак АГ, знак Петербургского монетного двора. Да и Г какая-то очень странная, она такое ощущение, что то ли Г, то ли Р недорисованная. Опять же, разрушенный инструмент приводит к тому, что сама буква Г смотрится очень необычно, то ли как недочеканенная Р, закругленная вниз, в отличие от Г, ну, даже на Г и не похожая вовсе, если бы, конечно, не знать, что именно эта буква здесь должна стоять. Опять необычность. И монета с таким браком, конечно, она не одна, а, вероятно, целая серия монет была начеканена таким изношенным инструментом, вполне попадает в обращение, доживает до наших дней. Так что призываю вас вновь и вновь всегда быть внимательными, изучать монеты, которые к вам попали, даже если первично никаких необычностей на монете вроде бы нет, и она относится к категории простейших, ну, разве что состояние приятное, бывают неожиданности и неожиданности довольно приятные. Так что удачных вам поисков, удачных интересных монет. До следующих встреч на канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok